Автор ролика не призывает вас к ненависти. Данная видеопостановка, а все участники актёры. Также мы не пытаемся никого оскорбить. Сходство с реальностью это совпадение, а все персонажи вымышлены. Знаешь, когда работал в одной организации, друг у меня Ингуш, он рассказывает, какое отношение русский к русскому и русский к кавказцу. Начальник, финансовый директор. Там в магазине накосячили продавцы. И финансовый директор приехал. Как он их только не называл, как он их только там рабы-не рабы, падлы, я вас что только с вами не сделаю. И этот же Ингуш, тот же косяк, он приехал, пожал руку, ну ничего, с кем не бывает. Да, 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 вот мы украинцы тоже к такому стремимся. Хотя уже же они боятся, вот по этим некоторым статьям, ты же видел, что там украинцев ненавидят больше, чем американцев. Да. Я не понял, Левада-центр, по-моему. Хотя, кто кроме Левады-центра там еще статьи какие-то, не статьи, а опросы проводит. У нас Румыния Гагаузам, по-моему, 40 автобусов подарила. Могу ошибаться, но примерно что-то в таких масштабах. И они на эти автобусы, их Румыния поддерживает, им во всякие бюджетные, ну не то, что бюджетные столовые, а там, где бюджетные всякие заведения, типа, ну не заведения, а типа школы и так далее, подарили, точнее пожертвовали деньги, потом куча, по-моему, что-то 70 тонн сахара и так далее, ну для того, чтобы люди питались. Ну куда-то сахар добавлять в еду. Они на автобусы вешают российские флаги, на румынские автобусы. Но у нас и украинцев ватников тоже есть. Не большая часть, но все равно, то что даже если там 40% ватников, 30%, это уже плохо. Вот, знаешь, ватники они везде. Но среди чеченцев вот много их? Я встречал, я даже, знаешь, вот взрослый человек, старше меня, уже дедушка, да, вот, мы как-то разговорились, разговариваем, и я не помню, какой-то про Европу что-то стою, читаю, и он мне что-то в телефон перестает, э, новости читаю, что-то там про Европу. Я ему читаю, и он мне такой, что ты так не любишь родину свою? Это мне чеченец говорит. Я говорю, какую родину? Он, Россию. Я говорю, подожди, эта родина нас 300 лет убивает, и он мне еще говорит, еще будет убивать. Серьезно? Я говорю, да, он мне говорит, еще будет убивать. Я говорю, я должен, я говорю, ты сам понимаешь это, и говоришь, что я должен любить эту страну. Есть и такие. Да. В общем-то, а ты что видишь, от чего ищешь? Ты Украину поставил, да? Я всегда Украина. Я даже когда, вот с первого дня, у меня всегда Украина стоит. А, ну, как у меня Россия, кстати. Не, ну вот смотри, недавно смотрел, как Украинка какая-то разговаривала с Горбовским, ну, естественно, правда, в первой инстанции. Она рассказывает то, что вот Ванга еще предсказала о том, что будет война. Мне кажется, после этого уже бессмысленно смотреть не то, что этот ролик, а вообще канал Горбовского. Я не понимаю, как люди. Ну как, ватники смотрят, те, которые Шария смотрят, те смотрят... Что телевизор говорит, то и она и говорит. У них же есть битва экстрасенсов. Вот это типичный канал РЕН-ТВ. Чувак, битва экстрасенсов. И эта страна претендует на то, чтобы критично мыслить. Вот что самое интересное. И на правду истинной инстанции. Они говорят, что в 2016 году они заняли второе место и продали оружие на 14 миллиардов долларов, хотя Франция косметики на 29 миллиардов продала. Так, перед началом видео хочу вам порекомендовать канал под названием Масонин Момс. Это мой канал очередной, куда я выкладываю интересные моменты, эпизоды, сцены из фильмов и мультфильмов. Вся информация по каналу, то бишь ссылка, будет в описании. Обязательно подпишитесь. Было бы неплохо, если бы вы поддержали. Реально, тут куча интересных моментов. Каждый день выходит чуть ли не по 4, а то и больше. Ну, вот знаешь, бомбит, конечно, от всего украинского. Не только Кремль бомбит, а бомбит вся Россия. Вот на самом деле, вот простые люди, все, что связано с Украиной, это, блин, у них, я не знаю, что с ним происходит, они бешеные становятся. Они вот, вот с кем не поговоришь, бывают люди, с кем начинаешь там языком зацепишься, начинаешь разговаривать. И когда речь заходит про Украину, они начинают, а фашисты, а нацисты, а там это, то, то, то. Они хотели убить, они хотели, ну, хорошо, убить хотели, да, они вот Донбасс, Луганск, всех перерезали бы. Они на других территориях не перерезают. И которые вернули территорий, там все мирно и спокойно. На это, конечно, они ответить не... Как бы, ну, не знают. Да, они ненавидели украинцев всю жизнь. Я не говорю про всех. Там, россиян и так далее. Есть адекватные. Вот, например, ты. Но, когда видеоблогер, ну, тот же, который, чат рулетки сидит, только ватник, ну, типа Горбовский и так далее, говорят, что украинского языка никогда не было. Он искусственный, выдуманный, его придумал Грушевский. То, что герб Украины это хазарская тамга, это этот Медведь ТВ говорил и так далее. Медведь ТВ это тот поц, который снимал ролик на фоне логотипа Полтавы 20 минут и бомбил. Потому что Полтаву пару раз переключил. Чувак, это было, у него на канале есть, можешь найти Медведь ТВ, это пиздец. Медведь ТВ. Медведь ТВ. Продолжение следует...